Возрожденные 4 года назад движение «Готов к труду и обороне» набирает обороты. Стать готовым к труду и обороне может каждый желающий. Самыми первыми в Бавлинском районе стали сдавать нормы ГДО школьники, а за ними подтянулись и работники организации и предприятий. О том, кто и как сдавал нормы ГДО, расскажет руководитель Центра тестирования ГДО в Бавлинском районе Ильнур Хайрулин. ГДО в нашем городе начало развиваться с 2014 года. В 2014-2015 год были только еще пробные моменты внедрения комплекса ГДО. В 2017 год уже полностью мы включили все школы района по принятию норматива комплекса ГДО. И с 2018 года новые требования должны сдавать нормативы ГДО все населения нашего города. Организации, предприятия, все желающие. Но то, что у нас созданы в городе все условия, все спортивные объекты готовы к принятию нормативов комплекса ГДО. В суде специалисты у нас специально обучились в Казани, Академии спорта. Получили свои судейские книжки и прошли курсы повышения квалификации. И каждому желающему, кто хочет сдавать ГДО, они индивидуально готовы помочь, объяснить, как это все будет происходить. Но здесь ничего сложного, конечно, нет. Главное, нужно прийти в наш центр тестирования ГДО, который находится в США номер 2 в бассейне, почте октября 2017. Наши специалисты всегда готовы индивидуально к каждому помочь, подсказать, объяснить и дать также время для тренировки, для пробных тренировок, для пробных сдач нормативов ГДО. Всегда мы только рады вас приветствовать, кто приведет к нам наше заведение. Многие наши организации, предприятия уже включились. Я думаю, что еще многие включатся в течение года. Но то, что у нас на сегодня цифры такие активно участие в городе, принимали участие организации, это Алоэл, Нарсуд, Пенсионный фонд, полиция, Татэнергосервис, Газпром, Бавлы, учителя школы, дополнительное образование, садики тоже принимали участие, сельские школы, учителя приезжали, школьники активно участвуют, конечно. И думаем, что остальное население тоже будет подтягиваться в этом году и будут приходить на сдачу нормативов ГДО. Прежде всего, конечно, нужно, чтобы у них была основная группа здоровья. Если у кого-то здоровье не позволяет, медицина не разрешает, конечно, сдавать нормативы ГДО мы как бы не рекомендуем. Поэтому, прежде всего, нужно хорошее здоровье. А чтобы хорошее здоровье было, естественно, нужно систематически заниматься физкультурой, спортом. И у кого есть ли основная группа здоровья, то могут приходить и сдавать. Но мы комплектуем заявки, у кого есть регистрация, которые прошли через компьютер, которые должны получать на свой электронный адрес УИН номера. И вот это основное требование, то, что должно быть у человека, желающего сдавать нормативы ГДО, УИН номер. И медицинская справка, что они готовы сдавать нормативы ГДО. Но мы обязывать никого не собираемся, поэтому это добровольно. Но все равно свое состояние, здоровье, именно по этим тестам можно узнать, на каком этапе вы находитесь. Здесь определяются значки «Золотой значок», «Серебряный значок» и «Бронзовый значок». Спортивная физкультурная работа в некоторых организациях слабо организована. Они пока, скорее всего, еще и не смогли регистрироваться. Поэтому еще у нас есть время до летнего сезона. Потом еще осенние сессии будут, зимние сессии. Именно сдача вот этих нормативов, то время есть. Очень хорошо поставлена организация «Аллоэл», всем организациям пример и руководитель. И кто у них отвечает за спорт, они на всех спортивных мероприятиях активно участвуют. И все работники у них зарегистрированы. И полностью со всем составом, коллективом отдельный день назначили и пришли сдавать нормативы ГДО. Но то, что действительно, вот они всем пример. И также вот подтягивается к ним, также пенсионный фонд пришли. Почти что там половина состава у них работников. Нарсот, полный состав пришли. Сдавали нормативы ГДО. ТАТ «Энергосервис», «Газпром», «Балдэй». Вот такие организации активно участвуют. Они участвовали также на фестивале ГДО, который у нас второй этап проходил, республиканский этап в Бугульме. Вот эти организации, работники участвовали. Мы там заняли третье место. Тоже очень большой плюс для нашего района был. Мы по итогам по всей республике заняли по сдаче нормативов ГДО, именно по этим фестивалям, десятое место по республике. Это для нашего города как бы большой хороший результат. Мы раньше, даже в одно время, в начале еще попали в критику, то, что мы были в конце. Но благодаря этим предприятиям мы оказались сейчас уже на десятом месте по республике. Это хороший результат. Но еще, конечно, запас очень большой. Вот слабо очень организована работа в ГДО. Даже один только участник с ГДО участвовал на нашем фестивале. А остальные работники пока еще никто не приходил, не сдавали нормативы ГДО. Не знаю почему. Может быть, они еще тренируются, готовятся. Но мы будем рады их увидеть, конечно, в ближайшее время. Поэтому мы именно руководителям организации, кто занимается физкультурой, спортом, в этих организациях обращаемся, чтобы они активнее поработали со своими работниками, со своими специалистами и приходили на наш центр сдавать нормативы ГДО. ПОДПИСЫВАЛИЗАЛИЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗАЛЬЗА Продолжение следует...